Самара конца 19 века была относительно крупным губернским городом, в котором проживало свыше 90 тысяч жителей. Это был город купцов-мукомолов, их служащих, мещан, город чуек и поддевок, в котором не было ни сколько-нибудь крупных заводов, ни высших учебных заведений. Такой Самара и осталась в моей памяти. И в этом городе будут происходить события, о которых я хочу вам рассказать. Здравствуйте! Сегодня мы читаем воспоминания самарца Евгения Юлевича Гана, окончившего Самарское реальное училище, а позже долго преподававшего в Куйбышевском индустриальном институте. Полностью эти воспоминания никогда не публиковались. И сегодня вы станете первыми, кто услышит самые интересные страницы из них. На склоне лет, когда в огне уже горит закат кровавый, а вновь предо мной, как в тихом сне, проходят детские забавы. Итак, Самара в конце 19-го столетия по большей части была деревянной. Каменные дома не выше трех этажей преобладали в самой старой части города, в углу между Волгой и Самаркой. Хорошими считались улицы Преображенская, Казанская, Дворянская, Саратовская и часть Николаевской и Соборной. За Полевой Поперечной начинались так называемые Малаканские сады, в которых летом жили многочисленные дачники. А вот дальше, правее садов, к Цыганскому базару, начиналась самая убогая часть города, называвшаяся Солдатской Слободкой. Там можно было видеть многочисленные ветряные мельницы, тянувшиеся до самых свалочных оврагов возле линии железной дороги. На городских окраинах мостовых не было совсем, а в центре они были сложены из такого непрочного камня, что он тотчас стирался в порошок, и в жару над городом поднимались тучи пыли. Трамвая в Самаре не было, а очень жалкая конка ходила от Хлебной площади до Земской больницы. Водопровод уже был, а вот канализация отсутствовала. Освещались улицы керосиновыми фонарями. Разные части города населялись разными слоями и классами. Так купечество проживало в самой старой части города, от памятника и дальше на юг до Самарки. Интеллигенция жила за Некрасовской, в сторону городского театра, между Вознесенской и Николаевской. Еще дальше от Троицкой до Садовой жили люди средние интеллигенция и мелкие чиновники. А вот за Садовой и рабочей начиналось беспримесное царство мещан. И места там были весьма дикими. Напомним, что мы читаем воспоминания самарца Евгения Гана, который писал о том, что весьма обширную и таинственную часть города занимали улицы Сокольничья, Уральская, Ильинская, Синная, Соловьиная и уже упоминавшаяся Солдатская Слободка, начинавшаяся сразу за керкулесовыми столбами. Там сплошь стояли деревянные домишки, не входя даже внутрь которых, можно было легко представить себе все прелести этой жизни. Жару, тесноту, грязь и тараканов. Это было царство мещан, дух которых витал над Самарскими окраинами, где жили так называемые горчичники. Мещанские парни, для которых было родной стихией всякое буйство, нападение на прохожих, битье окон и тому подобное безобразие. Во всем этом буйстве не было никакой корыстной цели, и оно было искусством для искусства. Побить совершенно неизвестного и абсолютно невинного прохожего было для горчичников лишь проявлением юмористической жилки и перманентной воинственности. Вот в этом-то городе в самом конце августа 1898 года и произошла наша встреча с Толстым, который только что перевелся к нам в Самару из Сызранского реального училища. Самарская реальная помещалась на углу улиц Казанской и Успенской вот в этом здании, которое было тогда несколько меньше, потому что еще не подверглась достройке. Помню, как придя в свой класс после каникул, я увидел мальчика с красивым удлиненным лицом в серой куртке с высоким воротником и широким ремнем. Это была наша будничная форма, кроме которой каждому реалисту полагалось еще и парадное темно-зеленый мундир с желтыми кантами. Среди учеников нашего класса было великое разнообразие калибров. Здесь были и совсем юные мальчики-мелкота, как мы их называли, и уже сформировавшиеся крупные юноши. Разнообразным была и материальная сторона дела. Одни из учеников жили в общежитии наподобие бурсы, другие происходили из бедных мещанских семей, а вот третьи из состоятельных семей, и их связывали свои интересы. Леша Толстой, поступивший в пятый класс Самарского реального, автоматически оказался в группе крупных, отличавшихся от мелкоты не только ростом и весом, но и интересами. Вместо постоянных драк и беготни по соседним дворам юноши повзрослее ходили на общественный каток и проявляли заметный интерес к зданию первой женской гимназии, находившемуся напротив училища. При этом хорошее воспитание, полученное им в семье, предохраняло его от вульгарной похабщины, которой, увы, не удалось избежать некоторым из его товарищей. Вместо похабщины здесь была жизнерадостность, дружелюбный настрой по отношению к товарищам, а еще склонность к шутке, которая всегда отличала его от других. Хорошо помню наших учителей, и среди них учителя ботаники и зоологии Кожевникова. Это был тощий длинный человек с табачного цвета бородой и каким-то рыжим лицом, из-за которого реалисты называли его «копченым». С учениками он держался в шутливо-насмешливом тоне и, кажется, был лишен каких-либо пороков вообще. Наверное, поэтому на нас произвела особенный эффект одна выходка Толстого на одном из уроков Кожевникова. А дело было так. Стремясь показать себя либеральным учителем, Кожевников иногда отвлекался и вступал с нами в разговоры, не относящиеся к уроку. Вот и на этот раз он сообщил, что был вчера в цирке. Но это оказалось большой неосторожностью с его стороны, так как Толстой с невинным видом и весьма серьезной физиономией осведомился, хороши ли были ноги наездниц в обтягивающих трико. Бедный Кожевников покраснел, как рак, и устроил Толстому сцену. А вот одно из приключений Толстого было связано с учителем немецкого языка по прозвищу Циркуль, которым он был обязан своей походке. Этот учитель был добродушным немцем, который не отличался ни педагогическим, ни каким-либо иным талантом. К ученикам он относился добродушно, а жил в небольшом каменном особнячке в самом начале Дворянской улицы. Так вот, Толстому с тремя товарищами по училищу как-то понадобилось выяснить у этого немца какие-то свои дела с отметками. Они явились к нему на дом, хозяина дома не застали, но прислуга каким-то образом позволила реалистам войти в дом, чтобы они там дождались хозяина. Так реалисты оказались в столовой, где на столе стоял чудесно пахнущий завтрак. Ну и, конечно, как полагается у любого доброго немца, пиво. Когда прислуга исчезла, мальчишки некоторое время боролись с соблазном, но, наконец, не справились с ним и решили взять всего лишь по одному кусочку и сделать по глотку пива. Так они и поступили, но урон, понесенный завтраком, а главным образом пивом, оказался настолько велик, что преступление было совершенно явным. И вот тут, как на грех они услышали голос возвращающегося домой хозяина, встреченного на улице прислугой. Терять времени было нельзя. И тогда вот через эти окна компания устремилась в бегство. Прислуга и учитель были поражены послышавшимся из дома грохтом. Оказавшись в столовой, они сразу же поняли, в чем дело. Но увидеть смогли только спины быстро убегавших по улице реалистов. Разумеется, учитель жаловался директору, но злоумышленники так и оказались не обнаруженными. Иначе эта история могла бы для них очень плохо кончиться. Ко времени нашего совместного поучения в реальном училище, вспоминал Евгений Ганн, относятся и мои воспоминания о совместных прогулках с Толстым по реке Самарки. В этих прогулках участвовали и другие наши одноклассники, а также ученицы фельдшерской школы, располагавшейся в приземской больнице. Компания реалистов, которые завели знакомство среди этих девиц, в сущности, мало подходило к ним по возрасту и по развитию. По сравнению с ними мы были еще мальчиками. Но девушки на это не смотрели, были хорошо воспитаны и производили впечатления уже сформировавшихся в смысле характера и взглядов людей. И я и сегодня хорошо помню широкую гладь, разлившись с Самарки, и ношу компанию в лодках, где Леша Толстой, обычно улыбающийся от избытка жизнерадостности изо всех сил делал серьезную мину, чтобы с честью поддерживать наше право быть кавалерами столь взрослых девиц. А вот одна из наших последних встреч с Толстым состоялась уже после того, как мы окончили реальное училище и стали студентами. Я учился в Харькове, а Толстой в Петербурге. Произошла эта встреча вот в этом четырехэтажном здании коммерческого клуба на Дворянской улице. В самом верхнем этаже этого клуба имелся зал с харами, где устраивались танцы. А этажом ниже помещались буфет и бильярдная. Соединялись эти этажи широкой чугунной лестницы. И вот на этой-то лестнице между третьим и четвертым этажами возле зеркала и произошла еще одна памятная мне встреча, в которой отличился с Толстой. Мимо стоящих у зеркала в танцевальный зал шла вся запаздывавшая публика, среди которой мы тотчас заметили очень фронтовски одетого господина с торчащими в разные стороны рыжими усами. В руке он нес дворянскую фуражку с красным околышем. Приблизившись к нам и, конечно, рассчитывая на крайнюю услужливость с нашей стороны, этот господин обратился к нам самым пренебрежительным тоном, в котором читались особые дворянские интонации. «Послушайте, милые, где тут танцевальный зал?» И тотчас Толстой, который как будто бы ждал этого вопроса, ответил ему «А вот, лупите по лестнице наверх, не промахнетесь!» «Но чужды давние отравы душе, вкусившей темноты, лишь вы, как прежде, величавы любви заветные мечты». С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова